Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стала известна компания, которая займется проектированием набережной реки Барнаулки. Тендер на выполнение работ по благоустройству выиграла организация СИП Геострой. Напомним, проект набережной оценили почти в 8 миллионов рублей. За эти деньги победитель аукциона должен разработать эскизный проект набережной и согласовать его с местной администрацией. В документе необходимо учитывать линию наружного освещения, а также видеонаблюдение по всему периметру набережной. Работы по проектированию должны быть выполнены в течение 10 месяцев со дня заключения контракта. Предполагается, что обновленная набережная длиной свыше 2 километров появится к концу следующего года. Взялись не только за набережную, но и за единственный в Алтайском крае манеж в политехническом вузе, где тренируются сотни легкоатлетов, в том числе и топовый российский спортсмен, чемпион мира и наш земляк Сергей Шубенков. Правда, после реконструкции манеж полностью исчезнет. Руководство вуза приняло решение переоборудовать объект. По словам Сергея Клевцова, тренера Шубенкова, вуз получил больше 20 миллионов федеральных средств на ремонт манежа, но решил освоить деньги по-своему, отдать помещение под зал для занятий мини-футболом, уложив там вместо легкоатлетического покрытия шикарный игровой паркет. На таком проводить соревнования по легкой атлетике невозможно. Тренеры сели немножко, задумались, где же им теперь тренироваться. Это раз. Плюс мы не можем провести ни одного соревнования по легкой атлетике зимой. Просто ни одного. Там ни турнира Шубенкова, который уже имеет всю российскую известность, ни одного первенства края, ни юноши, ни юниоры, ни взрослые, никто. Теперь там будет только мини-футбол развиваться, процветать. Почему руководство политеха решило развивать мини-футбол в ущерб легкой атлетике? И что думает по этому поводу Алтайский Минспорт, расскажем в вечернем выпуске новостей. Сегодня наши корреспонденты встретились с жителем Барнаула, которому выдвинули административные обвинения за видео из социальной сети ВКонтакте. Напомним, Олег Григорьев сохранил запись около семи лет назад, и за это время видеокадры успели стать запрещенными. По словам Олега, его вызывали в полицию и ФСБ для выяснения обстоятельств, предупредили, что его ждет судебное разбирательство и, возможно, штраф. Хранение видеоматериала на публичной странице все же расценили как административное нарушение. Видео, которое сохранил Олег политического характера, но он никого, ни к чего не призывал, говорит Барнаулец, и не считает себя виновным. Что делать, если вас хотят оштрафовать за публикацию видео или картинок в соцсетях? Есть ли способ избежать штрафа? Об этом мы расскажем в вечернем выпуске новостей, а сейчас к другим темам. В алтайских лесничествах в ближайшее время появятся гектары новых деревьев. В крае стартовала акция «Живи лес». Она нужна, чтобы научить подрастающие поколения, ну и взрослых, ценить и сохранять природу. Акция «Всероссийская» в Барнауле и в крае стартует 29 августа и продлится до конца октября. К слову, существует этот экологический проект уже несколько лет. Например, в прошлом году участники акции занимались очисткой лесов. Также жители региона могут принять участие в заготовке семян лесных растений, помочь в благоустройстве парковых территорий. Список дел огромный, и моя коллега Дарья Идемиллер в вечернем эфире об акции расскажет подробнее. Ну а я напомню, что наша редакция присоединилась к другой ежегодной благотворительной акции «Соберем детей в школу». Мы понимаем, что в этом вопросе не оригинально, но ведь не это главное. Главное, что и мы сможем помочь малоимущим или многодетным семьям подготовить ребенка к учебному году. Канцелярия, рюкзаки, форма и обувь. По самым скромным подсчетам на все это необходимо потратить порядка 10 тысяч рублей. Наша редакция до 24 августа становится точкой сбора школьных принадлежностей. И если вы хотите помочь детям, которые в этом нуждаются, то приходите к нам в будние дни. Мы находимся на улице Короленко, 51. Если нужна более подробная информация, звоните наш номер телефона 722-440. Соберем детей в школу вместе. Ну, пожалуй, у каждого из нас есть друзья или знакомые, которые все делают левой рукой. Так вот, сегодня их день. Среди известных левшей назовем лишь несколько имен. Александр Македонский, Наполеон Бонапарт, Лев Толстой, Пол Маккартни. В разные времена к тем, кто пишет или ест левой рукой, относились по-разному. В средние века леворукость считали знаком дьявола, а уже позже левшей, наоборот, признавали умнее и талантливее тех, у кого основная рука правая. В свое время в Советском Союзе было принято, что левшей в нашей стране нет, поэтому леворукость рьяно переучивали. Правда, переучили не всех. Есть левши и среди наших коллег в сибирской медиагруппе считают ли они себя особенными. Сейчас узнаем от них самих. Безусловно, вообще самый, по-моему, особенный человек не только в этой редакции, но и, наверное, во всем холдинге. Но на самом деле шутка ничего особенного, я просто пишу левой рукой. Левши еще говорят, что очень эмоциональные люди, любят рисовать. Замечал за собой что-то такое? Ну, рисовать я как раз-таки никогда не умел. Вот один раз у меня получилось, там, в детстве один рисунок, какую-то там принцессу с принцем нарисовал, пятерку поставил. По-моему, единственная пятерка по изо за всю школу. У нас в классе было, по-моему, четыре левши, поэтому у нас было даже такое небольшое совместное комьюнити. Мы не чувствовали себя никак не угнетенными и хорошо общались с другими детьми. А есть какие-то таланты у тебя? Вот говорят, левши рисуют очень хорошо. Я писал музыку, писал стихи в детстве и до сих пор иногда могу написать без проблем какой-нибудь текст в рифму, что-то подобное совершить. Да и творческая активность все-таки, творческая профессия, журналистика, это тоже о чем-то говорит. Что-то осталось в тебе от левши, как ты считаешь? Говорят, они очень талантливые люди. Это правда. Но от левши у меня осталось несколько дел, которые я могу легко делать. То есть если не ручкой писать, я могу пальцем писать левой рукой без проблем, на запотевшем стекле, то есть не проблема. Сдавать карты левой рукой и лопату, когда копаешь что-то, то левая у меня толчковая. Хотя раз я правая, должна быть сильнее, но нет, тоже левой рукой. И мне часто гораздо легче левой рукой что-то брать, держать, то есть вот в этом суть. Я должна была быть левшой. Я брала ложку левой рукой, я рисовала левой рукой, но почему-то в садике, и потом воспитатели говорили родителям, что это неправильно, ребенка нужно переучивать. Мне реально запрещали пользоваться левой рукой. Причем родители, они были бы готовы мне уступить, но есть же педагоги, да, которым, как кажется, они знают лучше. Я могу сказать, что в некоторых моментах я совершенно спокойно могу функционировать левой рукой. Например, когда мы играем с мужем на бильярде, то есть мне непривычно играть левой рукой, но это не настолько проблематично, что как будто я ее не чувствую. Неудобно, но тем не менее она у меня функционирует. Вот мы сейчас делаем ремонт, когда у меня устает правая рука, простите, это она болевшим. Мы убирали, снимали обои, то есть я совершенно спокойно левой рукой действовала. Ну а так, конечно, мне правая привычнее абсолютно. Ну, к сожалению, а может не к сожалению, а может к счастью, вот так сложилось. Ну, еще раз поздравляю всех тех, кто причастен к этому празднику. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании Валара. У меня к этому часу все новости. Смотрите нас также на нашем канале в Ютубе, в соцсетях, Инстаграм, Вконтакте и Фейсбуке. Там не только новости, но и розыгрыши с призами. Жизнь нашей редакции насыщена и забавная. Смотрите и подписывайтесь. До встречи.